День защитника Отечества День защитника Отечества Здесь мы в детстве Бегали по зиме Тысячи намоленных цепей Это наша Родина Россия Если вдруг случится небо Запылает над тобой Мы с тобой Мы с тобой Россия Мы страны великой дети Нам не страшен бой любой За тебя За тебя Россия С тобой за тебя Как офицер Советской армии Которую прищагнул один раз В 69-м году 18-го августа И до сих пор нахожусь под прищагом Хочу посоветовать этим молодым ребятам Вы не дагестанцы Вы не аварцы Вы русские офицеры Надо это запомнить навсегда Армии нет национальностей Это есть в государстве Это другая политика Другие дела Армия Это единая система Подчиняющая главнокомандующему Верховный главнокомандующий Президент России Дальше командующий Министр обороны Потом по видам войск И родам войск И мы должны Нести честь Я хочу по этому поводу Вспомнить Даниил Абдурхмана Секретаря обкома КПСС Дагестана Который во время войны Спас Дагестан от выселения Человек Генерал-полковник По званию Спас Дагестан Разве нам Нельзя сказать спасибо Ему и ему роду Это Ругужинец Далекого села Гунивского района Я так же могу О всех Я не могу Между ними Пропустить всех Я всех не помню И Макобеду Юсупову Благодарю И всех У Маханова Я вспоминаю Особо Как участвовать Как капитан Первого ранга Военно-морского флота СССР Будущий Первый секретарь Обкома КПСС Первый герой Советского Союза Валентин Эмира Лезгин Летчик Второй герой Советского Союза Магомед Гаджиев Кегерец Подводник Где горы Где вода Это все создается Именно вот таким подходом Это боль в душе Я высказываю вам Мне нечего рекламу делать Я не нуждаюсь в этом Но я просто Видя молодых ребят Говори об этом Я благодарю Магомед Али Магомедовича Который Труднейшее время Он не работал Четыре года Сказал Беза И как депутат Госдумы Что только не прошли Дагестан удержал Магомед Али Магомедович Удержал Не отдал На растерзание И дальше И Муху Алиф Тоже Муху Алиф Тоже помог Чем-то там Ну это было Такое переходное время И Магомед Салам Сын Магомед Алифовича Тоже переходное время Что ты сделал Я сегодня Это тост говорю Этот день Надежде Что Рамазан Гадиму Радович Я всегда говорю Рамазан В годах отчества нет Есть имена И уважение И почет Получив Тоже Достойное состояние Стабильный Дагестан Внешне А внутрь Раздраи Бандиты Волки Лесные Полу-лесные Все воюют Это я называю Мирная Гражданская война Мирная Гражданская война Как с ней справиться Вести войска Я как с ней Столбеза вёл Полу-лесную вёл туда Все войска Они там же стоят От водках Где угодно Я лично Благодаря Началу генерального штаба Антон Сынченко Вашкину Я вёл войска Они там стоят И будут стоять Сколько надо И никто у них Ничего не спросит Ну вопрос-то не войска Вопрос национальном Внутреннем Отношении Друг к другу Портят-то не люди Портят те Которые воруют А кто воруют У них лесные Отбирают Я имею прямые связи Я прям Мне они говорят Магомед, помоги Я вообще могу помочь Поэтому я желаю Ромазаду Гадиму Радовичу Просто сила воли Сила духи Больше я ничем Ему не могу помочь Я могу Просто снять рядом Сказать добрые Сильные слова Больше я ничего не могу Я думаю Офицеры тоже Кроме как встать В ряду Мы ничего не можем Слава российскому Офицерскому корпусу Слава российскому Общественному строю И желаю удачи Нашему будущему президенту Честь имею За Ромазаду Гадиму Радовичу Офицеры Офицеры Ваше сердце Под прицелом За Россию И свободу До конца Офицеры Россияне Пусть свобода Вас сияет Заставляют В унисон Звучать сердца Господа Офицеры Как сберечь Вашу веру На разрытых могилах Ваших душах Ребят Что ж мы, братцы, Наделали Не смогли Уберечь И теперь Они вечно Глаза Одно Глядят Вновь уходят Ребята Растворяя В закатах Позвала их Россию Как была Они раз И опять Вы уходите Может прямо на небо И откуда-то сверху Прощаете нас Так куда же вы уходите Может прямо на небо Или откуда-то сверху Или откуда-то сверху Прощаете нас Офицеры 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 Ваше сердце Под прицелом За Россию И свободу До конца Офицеры Офицеры Благодарю за поздравление Вообще для республики Этот день очень важен Потому что Среди наших земляков Дагестанцев Очень много достойных Офицеров Вот только что Из этого кабинета Мы вели беседу С героем России Толбоем И Очень много Достойных офицеров Защитники отечества Среди которых Очень много Дагестанцев Представители Силовых структур Да Это та элита Республики На которой в том числе Сейчас может Опираться в том числе Рамазан Громиратович Абдулатипов В тех реформах И в тех планах Которые он задумал Вот теперь О уровне безопасности Одна из главных проблем Безопасности в республике Это достаточно низкое доверие Между населением И силовыми структурами Потому что Ни одна силовая структура Не может полноценно Реализовать свои задачи Не опираясь на население Это касается И ФСБ МВД Это касается Но в первую очередь Все-таки МВД И это касается И пограничников В республике В общем Всех силовых структур Они конечно В своей работе Должны опираться На население И надо восстановить доверие Между силовыми структурами И населением Это наверное Первая очередная задача И тогда Уровень безопасности Резко повысится Наверное Вот задача номер один А как вы оцениваете Национальный вопрос В республике Что вы можете сказать По этому поводу То что В республике Проживает Такое количество народов И более 15 Только газет На национальных языках Выпускается То В принципе Народы Дагестана Живут в мире Да В согласии И те Это скажем Может разногласия Которые кто-то пытается Раздуть В общем Тем не менее Не удается Этого добиться Да И в целом Считаю Что национальный вопрос Достаточно хорошо Развивается В республике И я думаю Что развиваться Будет еще лучше Мы планируем Целый ряд инициатив По национальной тематике В том числе Обсуждается сейчас Проведение фестиваля Скажем По национальной тематике По названию Восточный базар Вот сейчас Этот проект Буквально Вчера обсуждался Здесь В постпредстве Вот и думаю Что эта тема Будет скоро Анонсирована И в ней будет Очень много участников Особенно Очень рассчитываем На молодежь И опираясь на молодежь Скажем Разную национальную Безусловно Да Мы сможем построить Дагестан Главная проблема Это то Что часто Инициативы снизу Просто не пробиваются И не реализуются Властью Республики Я думаю Что ситуация Поменялась принципиально Да И об этом Постоянно Можно прочитать И на странице Сайта президента Нашего правительства Народного собрания И обратить внимание На Скажем Страницу Сайта Народного собрания Потому что Быстро обновился сайт И там очень много Интересной информации Тоже сейчас произойдет И с сайтом Президента И правительства Поэтому Приглашаем всех Инициативных Смелых Да И Уверенных в себе Молодых людей К реализации Своих проектов И еще По поводу Проектов Их глобальных По развитию Дагестана Какие уже Предпринимаются Попытки Да Ну Одна из тем Которая сейчас Обсуждается Это Цифровой Дагестан Сейчас Консультации С федеральным Министерством О ускоренной Программе Развития Этой темы Потому что Молодежь Вся работает В интернете Да Всю информацию Получаем Из интернета Вот И Предполагается Что появятся Новые молодежные Каналы Вот Мы С РГВК Тоже Ведем Такой разговор Что в том числе Возможно Появится Учебный канал Вот Поэтому Тема Цифровой Дагестан Наверное Такая Одна из Интересных Причем Это не будет Только госпрограмма Это будет В том числе И Какое-то Количество Общественных Проектов Которые Тоже Будут Поддержаны Вот Поэтому Тоже Приглашаем К участию В этом Проекте Всех Дагестанцев Ну Естественно И Другие Регионы